ну вот как раз начиная с того как меня оживили можно сказать так привели в чувство но это нельзя сказать что я пришел в самосознание да просто появилась в теле как бы жизнь застучало сердце появилось дыхание вот себя я не пришел то есть я оставался бессознательном состоянии и я был то есть вой был не то что стоны там не крики а это про они вот назвали это боем а потом уже в дальнейшем я когда стал смотреть читать и это с этот вой связан с черепно-мозговой травмы то есть когда происходит у человека серьезно черепно-мозговая травма вот и как бы организм уже вот этот был болевой порог он превышает всевозможные уровни вот и человек даже в бессознательном состоянии начинает просто выть то есть от страшной боли от такой вот и в этом состоянии вот я был они меня погрузили в машину и они меня везли до 1 областной близлежащей клиники больницы они меня привезли туда вот опять же все это происходило в бессознательном состоянии они отдали меня врачам тельцы шну как так сказать поселочный лекарь что он практически ну чё там он много-много не знает ну думаю что пьяный там или чего упал там и вот я у них ночь пролежал там они не понимали что со мной происходит что со мной произошло думали утонул просто на утро они вызвали значит хотели вертолета вызвали из областной больницы воронеже скорую помощь приехала из электроники вот в тот момент когда меня погружали в эту скорую помощь я очнулся перед глазами я маму увидел она стоит и плачет но это уже по ее рассказом а я улыбнулся и так его и дэль не плачь будет все нормально но умеешь тогда или можно сказать так не не вмещалась еще меня вот это вот я не осознавал тяжесть произошедшего вот как транспортировали транспортировали меня до больницы этого я тоже не помню вот пришел сознание я от ощущение что мне сверлит голову я услышал звук дрели то есть я еще не открыл глаза и открою глаза надо мной стоят два доктора молодых таких доктора в белых халатах и дрелью не сверлит голову сверло дрели обычная вот я вы что со мной смотрю на них и спать что со мной они молчат что ты не понял что я вы это что трепанацию черепка не делаете они молчат все я отключаюсь опять потом вот и значит включаюсь уже когда мне сделали первую операцию вот операцию сделали сзади на то есть вскрыли сзади спиной мозг вот освободили его от осколков доктором какие были под рукой там средства скрепил позвонки то есть под руками не оказалось титановой проволоки бы оказалось просто нержавеющая проволока и он этой нержавейкой скрутил мне позвонки вот ну опять же у него надежд не было на то что я останусь жить и поэтому и проволоку взял такой неподходящий который уже через полгода там начала ломаться в этих лопаться вот они меня положили палату интенсивной терапии вот и стали ждать ждали чего ждали или смерти или времени ко второй операции так как вторая операция была необходима как жизнь вот я с каждым днем угасал угасал доктор у доктора спрашивают у моего хирурга ну почему операцию это не делаете ну посмотрите на него какая там ему операцию с каждым днем все это угасает и угасает вот а смерть не приходит у я уже достиг там 40 30 килограмм вот при таком при моем росте там выше среднего до 30 килограмм но это можно сравнить вот фотографии по пятку он с лагеря вот таких уже которых выбрасывали жаль что не сохранилась они снимали на пленка была на видео снимали то есть скелета обтянутой кожей лежал вот и в таком состоянии я провел два месяца а смерть не приходит все лежит уже труп мумия лежит вот синие буквально синие там все органы отказывают ежедневно там запускают дефибрилляторами сердце запускают перевязку приходит делать они меня только поворачивает на левый бок вот остановка сердце они тут же аппарат искусственно искусственное сердце этим дефибриллятором запускают вот я продолжаю жить то есть каждый день в течение двух месяцев у меня была встреча со смертью то есть она она идет ко мне делать перевязку я тут же понимаю что я сейчас буду умирать вот мы в таком состоянии доктор однажды приходит и говорит ладно чё ждать не будем давай будем рисковать вот я говорю давайте а у меня надежда конечно что мне вот эта вторая операция нам не принесет ну какие-то кардинальные перемены у меня вера такая есть в это вот значит везут меня на вторую операцию вот кладут на операционный стол подходит ко мне анестезиолог вот вводит анестезию и я вроде бы ухожу в себя отключаюсь ну такой разливается по телу приятное ощущение наркоза вот этого вот и я осознаю почему то я чуя это самое я не могу пошевелить ни одним мускулом мои в моем теле и все все равно я не отключаюсь до конца я осознаю мозгом я чувствую я размышляю и в то же время слушаю разговор доктора и медсестер вот тут доктор спрашивает готов она ему отвечает медсестра когда следит за мной готов все то есть он им объявляет начинаем я про себя лежу и думаю стоп куда куда начинаем я еще не сплю что вы что вы собираетесь делать вот тут доктор начинает бегреметь и открывает саквояж свой с инструментами гремит инструментами начинает ругаться на них что инструменты не подготовлены плохо заточен скальпель зубила там какие-то эти самые молотки вот и все он это самое начинает подносит скальпель а чувствительность у меня стопроцентная скальпель к шее и делает надрез вот я кричу у меня у меня душа вон и из тела выпрыгивает я хочу хоть какой-то знак подать что вы делаете я не сплю я все чувствую вот и это продолжается час за часом то есть скрываются все мышцы они раздвигают мне шею какими-то специальными приспособлениями вот доктор добирается до шейного отдела позвоночника и начинает с помощью зубила специального хирургического и молотка выдалбливать части позвонков и все это все это происходит со стопроцентным ощущением боли и ну практически всего того что чувствует человек можно сравнить вот как зубы человеку допустим сверлить допустим без наркоза без всякого но это можно увеличить тысячу кратно вот такая боль я я лежу ну наверное уже три часа прошло пять часов прошло у меня одна цель мне нужно подать знак доктору хоть какой-то хоть каким-то рефлексом хоть как-то я пытаюсь может быть плечом дернуть может быть головой пошевелить не поддается и тут вдруг с каким-то там неимоверным усилием не удается вот так рукой ну буквально сделать малейшее движение и это замечает медсестра и обращается к доктору доктор у него рука шевельнулась я думаю все слава богу заметили доктор монотонные отвечает рефлекс то есть то есть все вот эти мои усилия часовые там трехчасовые пятичасовые они оказались вообще безуспешными вот так операция прошла в течение семи часов то есть мне вскрыли таз сделали надрез на моем бедре вот и из таза вырезали кусочки костей тут же он сидел вот с правой стороны и с помощью специальных своих приспособлений он вытачивал кусочки костной ткани чтобы заменять их тут же вставлять в шейный отдел позвоночника то есть кусочки вырезались и вставлялись из кусочков тканей таза бедра вот вот такое ну я потом спрашивал у себя я думаю для чего для чего это было все мне и богу опять же обращаюсь и я получил от бога вот такой ответ что чтобы со мной произошло если бы если бы господь не попустил вот этого спасения то есть вот в этих болях вот в этих муках бесконечных я бы существовал вечности то есть вечности если бы я без покаяния тогда не откачали бы меня и вот я находился бы вечности вот в этом состоянии то есть было вот как бы ну на духовном уровне показаны и когда пришел ко мне доктор утром и конечно я в недоумении обращаюсь к нему что это было что вы делали со мной что это я его начал комментировать слова которые он говорил как он такими словами он ругался на медсестер вот то есть повторил дословно ему ну почему-то он никак не отреагировал чем-то он ничего не ответил и дальнейшем уже через два-три года я увидел фильм такой под названием наркоз оказывается что не я один я много людей таких мире уже много опытов которые испытали вот это чувство но это невообразимо это это вот единственное можно посмотреть этот фильм под названием наркоз и ну конечно он снят голливудский фильм там и ну сам сюжет очень правдивый но как то так если есть какие попутные вопросы